Итак, если мы говорим об идее любой духовной практики, то, естественно, что первое, с чем приходит и, собственно, с чем рекламирует любую духовную практику, — это счастье. Поэтому счастье стало уже совершенно общим местом, что в этом мире счастья мало, оно ограничено. Мы скорее выживаем, чем живем, а вот ты начни повторять какую-то мантру, молитву, и будет тебе счастье. Что в этом истина? Это в том, что когда человек просто становится на духовный путь, он начинает осознавать, что его сердце ликует, что наконец-таки он чувствует, что начал заниматься чем-то стоящим. И, естественно, что точно так же, когда человек, его призвание, например, быть певцом или конькобежцем, или вязать на спицах, когда он берет спицы в руки, он чувствует радость и удушевление. Но потом все знают, например, такой эффект музыкальных коллективов, что очень легко сделать один бестселлер. Но после этого часто коллективы распадаются, потому что больше уже ничего сделать невозможно. И, соответственно, в духовной практике человек, как только он соприкасается с ней, он испытывает счастье от того, что ему всегда казалось, что этот материальный мир не является высшей реальностью. И, допустим, некоторые люди, они даже говорят, мы чувствуем, что мы какие-то, может быть, мы инопланетяне, может быть, наш подлинный дом — это другие меры. Но веды, они объясняют, что все мы инопланетяне в широком смысле, потому что наш подлинный дом вообще не в мире материи. И в Багавадгите объясняется, не только на Земле, но даже в более высоких измерениях Вселенной, где живые существа не болеют, живут по много тысяч лет, все они рождаются и умирают. И если мы говорим о том, что же такое физическое тело, физическое тело — смирительная рубашка. Почему? Потому что, когда живое существо серьезно больно эгоизмом, то ему выдают смирительную рубашку и отправляют вот сюда, в материальный мир, в том числе на Землю. И для того, чтобы была какая-то возможность что-то пересматривать, это временное тело, оно рождается и умирает. Это совершенно неестественный процесс. Как в книге «Дети пишут Богу», есть рождаются, рождаются, умирают, умирают. Зачем? Поэтому веды объясняют, что в духовном мире каждый действует в интересах центра, в интересах абсолюта, абсолютного блага и абсолютной красоты. И Достоевский сказал, что красота должна править миром, а веды говорят, что вообще она и правит. Но те, кто отклонился от красоты и хочет впасть в готику, покошмарить себя и окружающих, для тех есть такой особый мир, который называется материальный мир. И здесь каждый, может быть, не является жестким эгоистом, но действует, допустим, в интересах только своей семьи. Или там себя, но не друга, семьи, но не соседней семьи, страны, но не чужой страны. Чужую страну мы с удовольствием захватим. И так было на протяжении всех веков существования человечества. Страницы истории написаны кровью. Поэтому люди, которые изучают книги, даже если они живут в хороших условиях, стоит прочитать книгу о средних веках, или там мы проходили в свое время книги о концентрационных лагерях, ты понимаешь, что этот мир, эта избушка, которая иногда, если поворачивается, становится страшным местом. И пряников сладких в нем всегда не хватает на всех. Поэтому многие люди, они испытывают такое чувство, которое Штхара Махарадж описывал так. Вот я, вот мир, но я чувствую, что этот мир не может удовлетворить меня. И когда люди начинают общаться с докторами, профессорами, родителями, часто они слышат какие-то рецепты, что ты либо работай, либо учись, либо вот просто там что-то делай, и будет тебе счастье. Но они чувствуют, что эти ответы не удовлетворяют их. И когда они начинают общаться с вайшнавами, с просветленными мистиками, они слышат о том, что действительно существует подлинная родина души. И о самой этой реальности Брама Самхита, она говорит, что каждое слово там — это песня, а каждый шаг — это танец. И возникает вопрос, почему так музыкально. Но мы говорим, что когда душа находится в материальном мире, обусловленная физическим телом, на санскрите называется дэхи, мы подобны таким унылым роботам. То есть наша душа, она спит. Но даже когда мы просто влюбляемся, начинаем писать стихи, петь, когда у нас хорошее настроение, мы можем прыгать, например. Кому-то, может быть, даже лучше и не прыгать, но он начинает прыгать. Или что-то напевать, хотя, может быть, лучше ему и не напевать, по крайней мере, при людях. То есть это естественное состояние души, когда она испытывает какие-то позитивные, глубокие эмоции. Но в мире, где душа свободна от эгоизма, она постоянно испытывает глубочайшие духовные переживания, и они описаны как анандам бунхивардханам. Все увеличивающиеся волны блаженства. И когда эти волны пробегают, то действительно каждое слово становится песней, каждый шаг становится танцем. И все веды, они начинаются со слога «Ом». Шилаштхара Махарадж объяснял слог «Ом» как «большое да». То, что вы ищете в глубине сердца, существует. Существует ваш подлинный дом, где вы можете жить с Богом, одной семьей, где любовь настолько стирает границы между господином и слугой, что абсолют забывает о том, что он абсолют, его рабы, то, что они его рабы, и где сам абсолют желает стать рабом своего раба, и где фактически все живут одной семьей. Поэтому Шилаштхара Махарадж иногда слушал радио, и также он слушал лекции вайшнавов, которые приезжали к нему на Вадвипу, и в одной из лекций он слышал выражение, которое потом постоянно цитировал, что идеалом гаудио-вайшнавизма является такая близость к безграничному, потому что души могут жить одной семьей с Богом. Не благовение трепет вайкунхе, а близкие и доверительные отношения. Поэтому, когда мы слышим все это, конечно, нам нравится. И мы чувствуем, что это правда, потому что, если какие-то популярные гуру, они сразу просят денег за консультацию или предлагают купить их книгу, то когда мы изучаем биографии святых, будь то Бхахтиданта Свами Парфупада, Шилаштхар Махарадж или Бхахтивенотта Акурва, мы понимаем, что эти люди были абсолютно беспристрастными, они никогда не извлекали выгоды из отношений со своими учениками, они излагали что-то, что не может быть знанием от мира всего. И природа подлинного святого такова, что 80% людей, если они просто встретят его, они почувствуют, что этот человек, они могут не поверить в его слова, но они почувствуют, что этот человек бескорыстен. Подлинному гуру ничего не нужно от своих учеников, кроме их духовного прогресса. Поэтому, когда мы встречаемся с такими гуру и слушаем их откровения, мы понимаем, что у них нет смысла обманывать нас, что у каждого из них была перспектива жить какой-то преуспевающей мирской жизнью, но тем не менее они отреклись от этого мира и посвятили себя повествованием о трансцендентном, о надмирном. И мы вдохновляемся. И естественно, что это счастье, потому что мы услышали, что оказывается цель жизни есть. В фильме «Автостопом по галактике» суперкомпьютер сказал, что цель жизни — это 42. и потом решили, что надо выяснить этот вопрос более глубоко, этот ответ недостаточный. Но веды объясняют, что цель — это вернуться домой. Но для того, чтобы вернуться домой, для того, чтобы действительно обладать отношениями с обитателями того измерения, бытие, наше сердце должно очиститься. И это большой, долгий, сложный, но интересный процесс. Поэтому, естественно, когда мы слышим вести о высшей реальности, мы вдохновляемся, когда мы видим людей, которые в большей степени, чем мы, постигли истину или заряжены верой, потому что вера — это не просто интеллектуальная концепция, а это особая энергия, которая подобна свету и которая являет какие-то скрытые истины в душе. Поэтому, когда мы видим, что кто-то в большей степени обладает верой, обладает пониманием, нам все это нравится. Но дальше возникает вопрос про счастье. Потому что реклама — это было счастье, и счастье люди понимают, что это теоретически что-то очень хорошее. Но что же такое? Здесь уже просто идут безграничные списки. Потому что вкусное мороженое — это счастье, устроена личная жизнь — это счастье, не болеешь — это счастье и так далее. И возникает вопрос, что мы вообще понимаем под счастьем. Поэтому если под счастьем мы понимаем кайф и, скажем так, такую очень постоянную какую-то радость, ну что-то типа постоянного приема наркотиков или постоянных каникул, то, естественно, в какой-то момент в духовной жизни мы понимаем, что эта схема не срабатывает, что духовная жизнь включает в себя испытания, что в ней есть волны, причем эти волны, они описаны как у христианских подвижников, они описаны у вайшнавских святых. Например, вайшнача кровати называет их ганна-тарала. Мы понимаем, что мы иногда под волной, иногда над волной. И тогда человеку нужно перестать понимать. Вот я куда-то пришел, вроде сначала было весело, а теперь прекратило быть весело. Может быть, и счастья-то нет. А что такое счастье? И наступает определенный тупик. Поэтому Шилы Гурудеев в одной из своих лекций он сказал потрясающую вещь. Он сказал, что если вы сможете оценить личность Шилы Штхара Махараджа и сможете действительно предаться ему и оценить тот дар, который он принес миру, то просто посвящая себя ему, вы будете испытывать счастье. Потому что если мы говорим о служении, то служение — это не прислуживание. Чацкий говорит, служить брат, прислуживаться тошно, в горе от ума. Прислуживание — это служение дураку-начальнику, или прислуживание — это лицемерие, когда ты говоришь политику то, что он хочет слышать, или ты говоришь заказчику то, что он хочет слышать. Но служение — это когда какой-то человек покоряет тебя своими качествами или своим сердцем, и ты бескорыстно, просто как люди там друга могут угощать чем-то пирожками, они говорят, что ты такой классный, кушать хочешь, вот мне бабушка пирожков напекла, вот в этом нет анализа, что вернется ли ко мне этот пирожок, угостит ли он меня потом мармеладом и так далее. Вот, поэтому если мы говорим о красоте, то есть не только красота формы, но и красота сердца. И ваишнавизм — это определенная эстетика, это способность оценить красоту сердца святого, и тогда наше сердце, оно начнет ликовать, испытывать какую-то глубокую эмоцию в служении тем, кто обладает подобными качествами. Поэтому наша глубинная природа — это отдавать, а не брать. Но отдавать себя не Гитлеру, не обществу МММ, не каким-то лжецам и лицемерам, а отдавать себя абсолютному благу. И по своей природе все равно мы слуга. Мы либо будем служить собаке, либо мы будем служить начальству, либо детям, либо стране. Но тот, кто считает, что он работает на себя, он в самом плохом положении, потому что в действительности он раб своего собственного эгоизма. То есть он раб и слуга не себя. Потому что душе вообще ничего не нужно в этом мире. А он раб собственного вожделения и даже не понимает этого. Поэтому по своей природе мы в любом случае слуги. Вопрос кого? Своего тела, своего ума, своей семьи, своей страны, начальника, собаки. И писания говорят, что будь слугой вайшнавов, будь слугой тех, кто несет людям весть об их подлинной родине, кто посвятил себя служению не несовершенным негодяям этого мира, а абсолютной благу и абсолютной красоте. И для них это не теория. Поэтому если мы говорим о категории счастья, то, вероятно, надо быть очень тонким человеком, чтобы найти счастье в посвящении своей жизни каким-то благородным, возвышенным людям. Это не так просто. То есть в какой-то момент у нас могут быть просветления, но потом возникает масса других материальных желаний. И не факт, что мы испытываем счастье. Но однозначно, если люди остаются, тем не менее, то что-то они испытывают. Они приходят вновь и вновь в общество вайшнавов, они вновь и вновь слушают лекции, книги, хотя с интеллектуальной точки зрения они вроде это уже и так знают. И тогда, если мы говорим о счастье, вероятно, имеет смысл говорить о глубине бытия, потому что вайшнавы, они гораздо более глубокие люди. Они понимают, что существует временное и вечное. Они понимают, что на тот свет они с собой не заберут ни одежду, ни имущество, ни амбиции, ни репутацию. Что ты не можешь действовать только ради зримого, ради ощущаемого. Что этот мир — это лишь корочка, это сливки на поверхности океана сознания. И святые, подобно добытчикам жемчуга, они туда заныривают и приносят оттуда жемчужины ведических откровений, жемчужины духовной мудрости. Поэтому, когда мы часто смотрим в себя, мы понимаем, что, возможно, мы не чувствуем общество вайшнавов или в процессе какого-то служения, скажем, такой же радости, как от посещения праздника, дня рождения и так далее. Но возникает вопрос, почему тогда вы просто не тратите все время на семью или вы просто не тратите все время на вторую работу? Почему вы приходите в обществе преданных? Почему вы что-то делаете для них? И ответ таков, что определенная глубина жизни, которая есть только в обществе вайшнавов, и сам процесс жизни с учетом этой глубины — это и есть счастье. Потому что вы помните, что в матрице происходит выбор двух таблеток. И одна — все хорошо, но ты не знаешь истинное. А вторая — все может быть не так хорошо, но ты более глубоко понимаешь реальность. И само соприкосновение с этой глубиной — это само по себе счастье. Поэтому Бхагавадгита говорит, «Негаби прамы нашести и пратива навидяты свалпам апиаси дармаси атраята махатубаят». Даже незначительное и несовершенное продвижение по духовному пути наделяет радостью и вдохновением, избавляя от ужаса бытия исключительно в мире материи. Потому что этот мир, он, как говорила Штхара Махараджи, сделка с миром смерти никогда не удовлетворит нас. Она вызовет лишь потери наших сил. И внешне мы можем быть. Кто-то может быть семейным человеком, кто-то может быть специалистом, кто-то может быть монахом, кто-то может быть неизвестным человеком, кто-то может быть очень известным человеком. Но внутренние приоритеты, ну как, нам нужно есть. Точно так же, подлинно-духовные люди, их естественная, а не навязанная потребность — это слушать духовные истины, слушать о Боге, говорить о Боге, прославлять Его, служить Ему и служить Его слугам. И это не что-то, что внушается Ним, это что-то естественное. Потому что когда мы видим благородных, высоких людей, которым от нас ничего не нужно, естественным образом мы желаем хотеть что-то сделать для них. Точно так же Писания говорят, что где пребывает Господь? Господь пребывает там, где говорят о нам, там, где собираются люди, которым Он интересен. Поэтому в обществе преданных незримым образом душа ощущает также присутствие Господа. И в них Он проявлен больше даже, чем в Божествах. Потому что Божества без общения с преданными — это абстракция. Писания говорят, Тот, кто с удовольствием поклоняется, ходит в храм, но кто не понимает, что в Вайшнавах Господь представлен даже больше, чем в Божестве, кто не замечает Вайшнава, вслух Господа в этом храме, ты должен знать Его как Пракритах, как материалист. Таким образом. Поэтому некоторая проблема современного Вайшнавского сообщества заключается в том, что огромное количество рекламы счастья идет из всех концов, что начинает классический повторяй Харе Кришне и быть счастлив, и заканчивается тем, что там правильный образ жизни дарует счастье, то дарует счастье, это дарует счастье. Но Бхагавадгита, она описывает немножко по-другому. Бхагавадгита, она говорит, что, во-первых, подвигнуть тебя на духовный путь действительно может только переживание счастья, ликование души, что это здорово вообще вот этим заняться. Бхагавадгита говорит, пока у тебя не будет проблеска истины, пока тебя не воткнет, не вдохновит духовная практика, ты не оторвешься, ты не изменишь свою орбиту жизни. Поэтому должно быть паром три, что ты должен почувствовать какой-то проблеск выше реальности на уровне души, и тебя потянет жить духовной жизнью. А вот дальше Бхагавадгита говорит уже менее оптимистичную вещь. Она говорит, что дальше духовное знание, он говорит, вначале подобно яду, а потом подобно нектару. Что когда ты реально начнешь заниматься этой практикой, ты поймешь, что ты должен полностью переродиться для нее. Ты должен умереть, чтобы жить. Ты должен полностью переоценить себя. И наша проблема в том, что мы живее всех живых. Надо вроде умереть, чтобы жить, а все живые и так для этого мира. И в этом долгий мистический процесс, который подразумевает сложности, трудности, испытания. И фактически его можно описать как взросление души. Потому что когда душа ребенок, как дети, они очень чутко реагируют на то, дали ли им сладости, или грязная или чистая у них рубашечка, или как на них посмотрели, или в какое у них настроение. Они плачут из-за мелочей. Точно так же мы, наша реакция на материальный мир, когда мы вроде уже взрослые, такие серьезные люди, на самом деле это реакция детей. Потому что взрослые души — это святые. И когда святых оскорбляют, говорят, Кишурадаса Бабаджа, его обливали, помойми в него кидали камни дети, когда он собирал подаяние. Но каково было его видение реальности? Он говорил, о, Кришна, ты играешь со мной, я, пожалуйста, на тебя матери и шоди. То есть он не говорил, о, я такой святой, который там гангу по воде переходит. Иногда он это делал, спевая святые имена. Он говорит, что это у меня эти дети кидаются, если я такой святой? Вот он говорил, о, Кришна, на все твоя воля. Поэтому духовность — это значит определенная зрелость души. Мы в целом подобны детям. И Сарасвати Такурон приводил пример с несовершеннолетней душой. Он говорил, что когда душа маленькая, то несовершеннолетние опекуны, чувства, язык, ум, которые становятся пристанищем вожделения, они затмевают подлинные интересы души. И зачастую, чтобы какая-то взрослость пришла, нам нужно пройти определенный путь разочарований, очарований, обрести значительное количество благословений. И только тогда, когда уже долгий, серьезный путь мы проходим, действительно может наступать какая-то не теоретическая, а подлинная зрелость души. И Штхара Махараджа, когда его спрашивали, а можно ли за одну жизнь встретиться с Богом, он говорил, что в виде исключения — да, но общее правило, что это долгий, трудный путь, который занимает множество воплощений. И это не искусственный метод, а это зависит от нас самих, насколько мы сами зреем, обретаем более глубокое восприятие реальности. Но если обычные люди, они оценивают святость только тем, там, курит человек или не курит, или там, бедный он или богатый, то те качества, которые подчеркивают наши учителя, это также способность видеть божественное, духовное, гармоничное в окружающих нас людях. Глаза пчелы и глаза мухи. Видим мы мед или мы видим? Испражнение. И в арате нашего Гурдева сказано Ты распространял повсюду видение лучшего в людях. И есть прекрасный афоризм Шлэшдхара Махараджа, что если мы будем великодушными по отношению к своему окружению, то мир также будет великодушным по отношению к нам. И качество великодушия — это то, о чем мы забываем, борясь с вожделением, потому что мы можем не съесть сухарик в икадаши, но тут же на кого-нибудь наорать. Но это не является проявлением великодушия и вовсе не сухарики виноваты. Поэтому, безусловно, что очень трудно избавиться от вожделения. Безусловно, очень трудно избавиться от дурных склонностей. Но если при этом мы будем сострадательными, тогда и мир будет сострадательным к нам. Потому что Шлэшдхара Махараджа замечает тонкие вещи. Он говорит, что когда речь заходит о наших несовершенствах, мы говорим, ну это же нормально, я же практикующий, у всех есть слабости. Но когда мы видим слабости у других, мы революционны и бескомпромиссны. Поэтому можно сказать так, что в целом людей перекормили сладкими шариками. что реклама счастья для людей, которые серьезно погружаются в духовную жизнь, нельзя сказать, что они испытывают то, что попадает под категорию кайф. Духовный значит в любом случае плыть против течения. С другой стороны, по течению плывет продукт строго понятного типа постоянно. Поэтому скорее можно сказать, что мы нуждаемся в определенной глубине существования. И если, серьезно изучая вайшнавизм, общаясь с вайшнавами и вдохновляясь их личным примером, мы также начинаем жить, руководствуясь иной системой ценностей, и обретаем вкус в духовной жизни, определенную глубину существования, то вне зависимости от того, насколько там нас хорошо, нас впирает, или насколько у нас болит нога, или не болит нога, это глубина существования и есть уже само по себе счастье. Поэтому существовала известная серия фотографий с Бхактивиданта с вами Прапупадой, где, как он, крупные мероприятия, возможно, праздники джанмаштами, где фотографии пять были классическими, где Прапупада улыбается, цветет, все как положено, счастливо спевая святые имена, имена Кришны. И одна, где он такой сидит, усталый, замученный, он сказал, вот эту фотографию хочу на фотоотчет. Когда фотографы удивились и спросили, а зачем так негламурно-то выбрали, он сказал, потому что именно в этот момент я чувствовал наибольшее счастье. То есть также, когда Гуру Дэв, он говорил, больной Гуру Дэв, который приехал в тур, и он говорит, что в служении Штхару Махараджу вы обретете подлинное счастье, очень важно понять, что имеется в виду, и скорее, прежде всего, мы говорим не об Хаве, не о Расе, не о каких-то сокровенных переживаниях любви Господа, которым обладает пять человек на этой земле, а об определенной глубине существования, которая сама по себе уже счастье. Ну вот это вкратце то, что мне хотелось сказать. Еще есть где-то 25-30 минут. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Я думаю, что-то мне зреет постоянно. Можно, да? Вы сказали, что служить нужно абсолютному благу, вот, и Кришне. А откуда мы знаем, что Кришне – это и есть абсолютная блага? Ну, придется поверить, вот, потому что никаких рациональных доказательств тому, что Господь – это благо, нет. То есть мы видим в этом мире, что у нас есть как идея блага, как идея добра, да? Поэтому самая простая концепция, к которой люди приходят естественным образом, это то, что в мире есть два типа сил – добро и зло. Допустим, зероастризм, да, говорит, есть ариман и есть ахура-мазда. То есть есть светлые силы, темные силы. Или, допустим, в Ведах – суры и асуры – вечная битва богов и демонов. Или там сатана и Господь – христианство. Поэтому то, к чему, ну, скажем так, человек очень естественным образом приходит, это к тому, что в этом мире, несомненно, есть что-то доброе, светлое, вот, и массу чего-то мрачного, темного, недоброго и так далее. И, в общем-то, естественное понимание мира, которое рождается, оно отражено, например, в голливудских фильмах, что идет постоянно эта битва добра и зла. Только в голливудских фильмах чаще побеждает добро, а на практике в мире, конечно, часто в какой-то степени торжествует зло. Вот, часто несправедливость, ну, вся история развития материального мира – это борьба за свободу и за справедливость. Вот, а веды говорят, что если мы понимаем закон кармы, это уже вселенская справедливость есть. Вот, поэтому только тонко чувствующие люди, кто-то, кто обладает определенный духовной удачей, они чувствуют, что стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, а в источнике, неужели в источнике, неужели нет ничего вот за этим двойственным началом, и интуитивно некоторые, наиболее продвинутые, они начинают чувствовать, что есть адвая гьяна, то есть недвойственная истина, по отношению к которой вот эти вот добро и зло мирское, оно является вторичным. И интеллектуально всеблагую природу Господа воспринять практически невозможно. А чтобы воспринять ее, нужно доверие, а это доверие к святым, которые обладают мистическим опытом. И когда продвинутые мистики, которые отдали много жизни подвижничеству, которые отреклись от мира материи, они заглядывают за занавес обычного бытия, тогда не интеллектуальным, а мистическим образом они чувствуют, что есть источник, и он добро, он любовь, он благо. А дальше возникает вопрос, если источник это любовь, добро, благо, каково происхождение зла? И христианство, оно говорит, что вот так случилось, что сатана завелся, источник зла это сатана, вот у людей там свои были неприятности в раю со змеем, и так далее, но в целом сатана, бесы, а люди в этой схеме такие чистые, нормальные, либо первородный грех виноват, это без тебя, либо сатана виноват, это тоже без тебя. То есть ты такая невинная жертва, которая просто, начиная с первородного греха, греховность мучает, а плюс еще сатана искушает. А ты-то сам по себе, ты классный, просто так сложилось, что попал в первородный грех, попал, даже книга есть сейчас популярная, «Невидимая брань», «Невидимая брань», она про то, что она очень интересная там мысль, что на самом деле все дурные вещи, ну или все какие-то вещи там, будь то там предание блуду, или предание пьянству, или там грех стяжательства, или грех лени, что тебе кажется, тебе хочется, на самом деле это не тебе хочется, а это то, что извне тебе навязывается, а на самом деле это к тебе никакого отношения не имеет, и христианство говорит, на самом деле это все бесы, и понятно, что раньше ты просто, ну у тебя был грех обжорства, ты спокойно шел ночью к холодильнику, кушал, было хорошо, теперь ты прочитал «Невидимую брань», понимаешь, что это бесы к тебе в живот входят после шести вечера, у тебя уже даже страшно станет в темноте к холодильнику идти, потому что вдруг увидишь. Вот, и естественно, что плюс этой книги, что ты начинаешь вдруг хотеть, что вдруг на самом деле те желания, которые у меня есть, это не мои желания. И это, в общем-то, идея от Магиана, что душе ничего не нужно в этом мире. Вот, но минус этой концепции, которая в целом представлена в христианстве, что все, ты такой светлый, чистый, это все бесы, демоны, природный грех, сатана, а ты просто овечка, которая, ну, случайно в лужу зашла, вот, и копытки измазала. Вот, а сам ты вообще такой белый, чистый, потрясающий. Вот, на востоке, там немножко по-другому рассказывается, там объясняется, что весь этот материальный мир, это сообщество людей, которые больны эгоизмом, и которые хотят пойметь все окружающее. Но так как они все собираются в одном пространстве, то приходится чередоваться местами, да, то есть, там, пять жизней ты на коне, потом ты сам становишься пять жизней конем, уже на тебе кто-то ездит. Кто его так, по очереди, колесо самсары, по очереди они самоутверждаются, вот. Причем так, так как пряников не хватает сладких на всех, большую часть жизни в материальном мире ты под конем. Ну, собственно, для того, чтобы изредка всплыть и хорошо уже побыть, там, поотжимать, хоть не до налога всех остальных, собственно, за этим таким волшебным опытом и приходит душа в материальный мир. Вот. Поэтому происхождение зла, как его объясняют веды, это злоупотребление свободой воли. Потому что подлинная свобода воли означает свобода не только к правильному, но и к неправильному, не только к добру, но и к злу. И поэтому те души, у которых чувствуется тенденция жить для себя, а не для источника, не для блага, а просто ради эгоизма, то их друг с другом соединяют, и получается весь материальный мир, который и разделен на зоны расширенного эгоизма. Здесь бьются нации, страны, семьи и так далее. Поэтому веды говорят о нем, «Ахастане сахастанам, ападани чатушпадам, палгунита отрамахатам, джива, дживаси дживанам». Что те, у кого побольше лапок, едят те, у кого поменьше лапок, те, у кого большие зубы, едят те, у кого нет зубов, и так живет весь материальный мир. Вот. Поэтому зло в концепции ведической это порождение нашего эгоизма. Вот. И в любом случае проверить мы ничего не можем. Вот. Поэтому скорее можно описать так, что это вопрос более глубокого, опять-таки, более поверхностного восприятия реальности. Когда у человека обычное, общечеловеческое восприятие реальности, он делит все в категории двойственности. что наши, чужие, хорошо, плохо, враги, друзья и так далее. Но один из сквозных лейтмотивов боговадгиты, он заключается в том, что и мирское добро, и мирское зло, это подобно всего лишь нам всего хорошему сну или плохому сну, кошмару или райскому сновидению. Но нас интересует пробуждение к реальности. Поэтому Шадхара Махарадшин объяснял боговадгиту так, что важно не хорошие сны, не плохие сны, а в принципе вернуться домой, в принципе проснуться. Поэтому у боговадгита она говорит, что тот, кто осознал сам фактор двойственности и стремится к недвойственности, он практикует равновешенность. И существуют различные определения йоги в боговадгите, и одно из популярных таких повторяющихся лейтмотивов, он звучит так, ситхи, ситхи, самобутва, саматвам, йога, учета. Что быть уравновешенным, спокойным и в успехе, и в неудаче, и в хороших обстоятельствах, и в плохих обстоятельствах, это является йогой. Одно из определений йоги это саматвам, то есть уравновешенность. И Шадхара Махарадшин говорит, но на основе чего они такие спокойные? Ну понятно, то тебе дом подарили, а завтра дом сгорел. То есть совершенно в разных состояниях. А он объясняет, потому что они знают, что их подлинный дом, подлинная реальность, он в целом за пределами компьютерной игры. И он становится не нервным геймером, не истеричным геймером, а спокойным геймером, который уже надоело играть, он просто ждет, пока закончится сеанс. И на основе этого появляется уравновешенность, на основе опоры в трансцендентном. Когда человек мистически осознает, что все это игры в кубики, в песочек, как Шадхара Махарадш в книге «Золотая лестница» есть такая знаменитая лекция, где он начинает, что подобно тому, как сумасшедший он выходит на улицу, начинает искать камешки, бумажки, также материалисты, они в безумии покидают мир Господа, и вместо того, чтобы служить на небесах, начинают пытаться царствовать в аду. И Авадуд Махарадш, у него есть очень эхидный комментарий на это место из «Золотой лестницы», где он говорит, что мы все скажете, что мы не психи, нам не нужны камешки, бумажки, но если мы скажем, а если бумажки — это доллары, скажете, возможно, какие-то бумажки нас интересуют, а камушки — а сколько карат? И тут мы начинаем понимать, что действительно в этом мире нас интересуют в значительной степени камушки и бумажки. Ну, еще, может быть, металл какой-нибудь немного. Вот примерно так. Поэтому скорее мы говорим о том, что определенная вера — значит доверие, и плюс Штхар Махарашин говорит, что сердце должно чувствовать, что это существует, что в сердце, точно так же, как у поэтов призвание — это писать стихи, музыкантов играть музыку. У духовных людей — это немотивируемая потребность искать надмирную истину, искать отношения с источником, искать отношения с абсолютной красотой, с Кришной. И полная духовность, она не навязывается, она рождается не из страха и перед гиеной в христианстве или тем, что собакой станешь в кришнаизме, а из глубинных отношений души в отношениях с источником. И начальная стадия духовности — есть я, есть Бог, а все, что кроме, легко исправить с помощью зонта. И такая идея духовности примерно, что закрой глаза, сядь в комнате, вы можете включить спокойную, расслабляющую музыку, осознайте собственную божественность, наподобно нежному свету, растворяющемуся в самой глубине вашего сердца. Теперь осознайте источник моря этого света и обретите гармонию с Творцом. Растворитесь в этом море, все ваши печали и невзгоды уйдут, а теперь, осознав собственную божественность и духовность, выходите из этого состояния вновь в большой мир. Ну и вот на таких сеансах психотерапии мальчики, девочки, они все уверены, что они вот в темной комнате обретают прямой контакт с Богом посредством силы своей медитации, но потом они выходят в мир, и ты говоришь, у них мандаринку дай, они говорят, что ты что, свинья, хочешь мою мандаринку? Я эту мандаринку деньги зарабатывал. Вот, это уже сомнительно. Поэтому веды, они объясняют, что не радость какая-то такая в тихой комнате, а, собственно, уравновешенность в тяготах, испытаниях. Ну, то есть, в комнате любой дурак может быть радостным, спокойным таким, а, собственно, уравновешенность. Бхагаладгита говорит, матрас паршаста кунта яши, тошна сукка дука дак, а гамма паяну нити амстамсты тикшего борота, что в этом мире постоянно сменяют друг друга ощущение радости и боли, подобно тому, как весна, сменяют лето. Поэтому научись терпеть их, о, барата. Вот. И вот именно такая терпеливость и великодушие, и готовность ответить к человеку, который к тебе не взаимен, а не по принципу кукушка, хвалят петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот эти качества, они редкие, сложные, не являются духовными. Насколько человек не вожделеет к миру материи, насколько он великодушен. И поэтому у Бхагавадгита давным-давно была проанализирована вся попсовая духовность ведическими мудрецами. И Бхагавадгита, она говорит, что выше лицемерного аскета, который сидит и просто прячется от мира где-то, гораздо выше человек, который в миру, в тяготах и трудностях задействует, тем не менее, свои чувства для того, чтобы заниматься служением Господу. Потому что ничего не делать и быть спокойным, это легко, но что-то делать, делать что-то сложное, делать с людьми, которые не всегда легкие в общении, и при этом быть Божьей песчинкой, тычинкой, обретать контакт с Владимирным светом, вот это уже гораздо сложнее. Поэтому веды, они не принимают как глубокие все подобные практики, они говорят, что первое, что ты должен понять, что подданная духовность начинается, когда ничего в этом мире тебя не привлекает. И сколько ты в комнате ни сиди, ни осознавая себя песчинкой светлой радостной бесконечности, это будет поверхностным достижением. Поэтому Бхагавадгита говорит, ты хочешь мужчину узнать, когда начинается серьезная духовность, когда начинается духовность, когда ты осознал себя душой, а когда ты осознал себя душой, что будет? А я тебе сейчас расскажу. Брама Бута Прасанатна, говорит Кришна, на Ашачатя, на Ашачатя, и самаях сарвешу, бутешу, манх-бхакти-нуй-пятэ-парам. Кришна говорит, что тот, кто действительно осознал себя душой, а не гипнотизирует сам себя вот этим тренингом в комнате с медитацией, он ни о чем не скорбит. А мы часто о ботинках скорбим, о бабломах скорбим. Ничего не желает. Тоже интересное решение, да? Относится равно ко всем живым существам, даже к недоброжелателям. И он говорит, и вот когда он превзошел этот мир, вот тогда он начинает чувствовать, что есть более высокий мир. Мат-бхакти-нуй-пятэ-парам. Начинает стремиться искать мат-бхакти, любовь, отношение со мной. Вот. Поэтому это глубоко, а все, что глубоко, это сложно. Вот. Если мы говорим подлинные образы просветленных, то классический образ просветленного это Шукадев Гасвами, рассказчик Бхагаватан. Пуран и книги, которая рассказывает миру истины о Кришне, об его мире. И Шукадева, он приходит в собрание великих мудрецов, которые знают, что последним императором земли, Махараджу Парикшиту, осталось жить семь дней, и никто не решается учить императора жизни, потому что у всех есть. Каждый же почувствовал себя светлой песчинкой в серой комнате, но все понимают, что это все понты, а что такое полная духовность? И они все такие сидят, гламурные, авторитетные, с учениками. И вот заходит Шукадев. Шукадев — это 16-летний юноша, который ходил абсолютно обнаженный. Эта традиция называется дегамбара, то есть одетые в пространство, одетые в 10 сторон света. И он был сыном Весудева, составителя всей ведической литературы. Написано, что когда старец Весадев, который является, кстати, аватаром, проходил мимо девушек, вкупающихся в пруду, то девушки, видя выражение его лица, не прикрывались. Но когда цветущий, летущий юный Шукадев проходил, такая чистота исходила от него, что девушки даже не прикрывались. Хотя казалось бы, ну вот 16-летний пацан идет. Такое поле чистоты исходило от него. И Шукадев, он приходит и начинает троллить мудрецов. Он говорит, а что это вы такие сидите? Они говорят, да вот думаем, насколько мы просветленные. Он говорит, ну что-то вы очень одетые. Говорит, зачем одежда, когда есть атмосфера, пространство, все мудрецы. А что это у вас там за палатки? Они говорят, мы там спим. Он говорит, а зачем постель, когда есть земля, трава, все мудрецы. А там что? Там кухня полевая. Он говорит, зачем кухня, когда есть корень, а вода, и так искренне изымляется. И вот это определенный пример, который показывает, как живут просветленные, что такое просветление. Как минимум, это уровень, когда ничего души в этом мире уже не нужно. И только с этого уровня начинается пульная духовность. Поэтому возникает вопрос, чем мы тогда пытаемся здесь делать. И объясняется, что идеалы, они подобны магнитам для души. Поэтому, хотя мы не являемся освобожденными, но обретение освобождения это одна из промежуточных ступеней практики сознания Кришны. И есть знаменитая шлока Рупа Госвами, которые описывают эффекты практики сознания Кришны душой. И там сказано, что клешагни, лаку-мокша-крит и субхада, что клешагни означает, что подлинная духовная практика, она очищает сердце от несовершенств. И лаку-мокша-крит. И легко, естественно, гораздо легче, чем в других системах самоосознания достигается освобождения. И дальше субхада. Душа чувствует, что все благоприятное, что можно обрести, она обретает в неком ином надмирном измерении бытия. И конечное достижение, о котором говорит эта шлока, Кришна-чакарша-ничаса. Непобедимый абсолют, источник всех миров, покоряется любви. Он становится игрушкой, он отдает себя с тем, кто любит его. Слуги забывают, что он не слуги, Господь забывает о том, что он Господь. И они живут одной семьей. Кришна-чакарша-ничаса. Победа любви. Вот. Поэтому в сознании Кришны есть огромный потенциал, но о нашем существуют также шлоки в Бхагаватам, которые описывают духовный путь, но первая шлока, она говорит о том, что да, есть идеал, и есть мы, которые не соответствуют этим идеалам. И когда встречаются наши идеалы и наша жизнь, то следствие этого скорбь. Джата-шат-хамат-кадхасу, нирвинах-сарва-кармасу, веда-ду-кат-макан-каман, пари-тяги-пянишварах. Он знает, как правильно, не может этого делать, делает что-то неправильно. Он понимает, насколько высок идеал, насколько несовершенен он, и следствие этого раскаяния, покаяния, скорбь. Но последняя шлока этого раздела Бхагава, там есть четыре шлоки, она говорит, что рано или поздно все наши мимолетные желания, желания этого мира, они подобны грибам или водорослям, которые плавают на поверхности. Их нет в глубинах озера. А полное сокровище души это сознание Кришны. И подобно тому, как когда идет дождь, вся ряска она проходит и пруд очищается, подобным же образом под дождем святого имени, благодаря благословениям Байшнавам, сердце очищается от материальных желаний. Святое имя входит в ухо и, как говорил Сарасвадьи, это высадка десанта в сердце. Десант начинает биться с нашими мирскими страстями. И в этой жизни или через много следующих десант Кришны одержит победу. Поэтому Штхара Махарашин объясняет человек велик настолько, насколько велик его идеал. Если идеал велик, то постепенно подобным магнитом он приведет нас на уровень, с которого нисходит этот идеал. Но если выбирать какие-то очень простые примитивные идеалы, которые можно ощутить за одну неделю практику в серой комнате и почувствовать себя божественной песчинкой, то какова глубина этого достижения? Поэтому Батьевнода Токур он говорит в Калина Кальпатару, он говорит, что тот, кто не желает лезть высоко на дерево, будет вынужден довольствоваться падалицей. И падалицей это иллюзорный либо воображаемый духовный опыт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...